но наша печь продолжает расти сейчас расскажу что у нас происходит на втором ряду от пода начинаем выход хайла в колпак выход будет на три ряда вот видите уже положил здесь наш ромб закончился дверка топочная дверка устанавливается в короб я уже вчера показывал на вот она на болтиках болтики идут в комплекте потом оборачивается базальтом и становится в посадочное место для чего базальт для того чтобы дать запас на расширение металла так ну вроде бы объяснил здесь все по-прежнему подъемный канал не забываем ложить в перевязку вот здесь у меня перевязка на два ряда ниже перевязка здесь чтобы этот вот кусочек у нас не куда не делся я тоже через ряд положил в перевязку в перевязку напоминаю мы ложим грешку и ложим наш кирпич вот ну сейчас заведем один угол здесь чтобы было больше места пятки мы сделали вот такую вот грешку с углового кирпича ляжет одна пятка ляжет вторая пятка вот так вот и по-прежнему как и во всех печах перекрытие на клин почему на клин уже показывал не один ролик кто еще не видел полистайте наше видео буквально недавно я вам показывал что происходит когда ложим на уголок и на всякую подобную чушь она рвет вываливается и все остальное на клин пока что это на мое усмотрение самый лучший вариант перекрытия ну что еще хотел сказать что еще хотел сказать уважаемые подписчики читаем комментарии и надоело читать одни и те же комментарии цена за печку цена за материал ну отвечу на первый вопрос цена на материал во всех городах разное то есть основной поставщик допустим витебского кирпича является витебск естественно в витебске этот кирпич будет стоить намного дешевле в остальные регионы я так полагаю что кирпич поступает через минск через нашу столицу и также уже чем дальше города тем больше на оценка также литье я тоже думаю что ну как бы не думаю даже мы ездим по стране входим по строительным магазинам и везде цена отличается отвечаю на второй вопрос цена за изделие каждая печь индивидуальная также как подход каждому заказчику то есть мы приезжаем смотрим как бы разговариваем с людьми и поэтому цены разные кто-то предлагает допустим рекламные условия кто-то еще что-то кому-то просто делаем но по договоренности как бы поэтому цены разные и чтобы не засорять эфир чтобы не спрашивать есть номер вайбер ватсап просто номер набрали и поговорили я думаю кому действительно надо совершить даже холодный звонок просто узнать минимум максимум и все я думаю я ответил конкретно на ваши вопросы так что звоните уточнять окно расскажу что у нас происходит так мы перекрылись на клин также мы перекрыли уже наш выход хайла вот так у нас на данном этапе все выглядит и вот вид отсюда далее заводим углы здесь сделаем выступ но и покажем расскажем и готовимся к фуртировке топливника фуртировать будем кирпичом борович вот такой вот шамот у нас как фуртироваться будем тоже покажу расскажу фуртировку будем выполнять на мертель горыныч не знаю как она покажет себя в работе но ложить на нее очень приятно мягенькая как масло мажется хорошо чистится после нее тоже неплохо но мы продолжаем работу далее расскажем вам смотрите перед плитой мы сделали вот такой вот выступ при печек или как она называется для чего ну во первых это удобно допустим тот же чайник чтобы закипел у вас но чтобы оставался теплым вы коп сюда и сюда и поставили или та же кастрюля с чем-то с обедом допустим и он будет оставаться горячим так сейчас мы будем приступать к фуртировке топливника перед тем как начинать фуртировку очищаем стены стены очищаем вот всякой от глины и от всего прочего чистим вот такой вот металлической щеточкой и обыкновенной кельной кому как удобно что вдоль стен мы сейчас проложим картон для чего для того чтобы соблюдать зазор между фуртировкой и основными стенами вдоль дверки проложим базальт здесь здесь и вот здесь но мы продолжаем сейчас выложим картон базальт и покажем как она выглядит как она происходит но смотрите мы все почистили выложили картон проложили базальт здесь сейчас сюда засунем базальт полностью и начнем фуртировку фуртировку помним как перевязку главное чтобы все швы были в перевязку но также не забываем пользоваться уровнем чтобы она у нас было ровно сейчас вот догоним ту стеночку и начнем фуртировку далее покажу как делать фуртировка как что вот таким вот образом у нас сделана фуртировка все швы в перевязку получается идут как видите здесь у нас плита если я не ошибаюсь ша 94 мы последнюю печь решили что с плиты вырез лучше так здесь выход хайла срезом под 45 чтобы дымов было легче уходить и сверху чашкой снято но подкруглено вот так вот она все по кругу выглядит покажу и стопки и стопки так как кирпич немного выпирает мы также вот так вот срезали под под 22 5 вот таким вот образом все потом это почистится и будет все чисто аккуратно так перед тем как установить плиту прокладываем по кругу базальт помним про расширительные швы чтобы плита не давила при нагреве на стенке печи прокладываем базальт если надо прокладываем два слоя он не помешает и устанавливаем плиту плита просто ложится и нигде ничем не зажимается для чего ну как бы гарантию на чугуняку никто не дает плита может где-то лопнуть где-то еще что-то поэтому ее не зажимаем для того чтобы ее можно было заменить все как бы шов везде есть плита не зажат после установки плиты заводим углы здесь у нас будет корона как она делается расскажу в процессе что мы еще сделали вот здесь у нас выход хайло хайло большую и будет бить в основном в этот угол чтобы угол не разошелся мы просверлили на 5 рядов и загнали арматуру вот показываю для чего для того чтобы не разошелся угол так наша печь продолжает расти сейчас делаем корону вот так она пока что выглядит как делается корона ну вообще теоретически можете под любой угол резать просто и пятку и сам кирпич и должно выйти ну так как у нас станок режет двадцать два с половиной и режет 45 мы делаем под двадцать два с половиной далее покажем ну так же вот растет наша печь потихоньку далее будем снимать будем показывать здесь пока без изменений также идет колпак 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 еще пока закончится чуть дальше вот так работаем так смотрите многие не поняли как выложим под лазер еще раз объясняю берем лазер ну как бы лазеры бывают разные но он показывает горизонталь берем ставим так как нам но просто ставим ложим кирпич на сухую но в данном случае я взял сверло четверка сверло ну желательно шов 4 3 с половиной что-то такое вот видим где у нас открывается линия то есть нам надо под лазер сделать площадку но чтобы лазер светил на край кирпича берем рулеточку меряем в данном случае это 2 и 7 миллиметра 2 и 7 сантиметров 27 миллиметров режем площадочку площадку можно сделать с любого материала но в нашем случае мы сделали из кирпича она просто покрашена мы ее возим с собой чтобы не потерять как бы не первую печь все вырезаем площадочку покажи поближе вырезали вот такую площадочку ставим ее на нее ставим лазер видите куда светит лазер то есть далее просто берем сверла нам уже не надо мы их убираем берем таким вот образом наносим раствор кладем кирпич и по линии лазер выравниваем все и таким образом что мы получаем мы получаем ровный шов не надо мучиться с гвоздиками с и прочей всей фигней быстро удобно качественно я думаю все кто хотел поймут все я за угол у нас заведен и от него потом в дальнейшем заводим следующий как заводится я опять же показал покажу еще вот Вот таким вот образом от этого угла пряжем все остальные. Чтобы погрешность была поменьше, каждый раз заводим какой-нибудь другой угол. Ну то есть меняем направление. Почему? Потому что где-то уровень чуть-чуть не так мы поставили. Где-то еще что-то, где-то кирпич толще. Ну, чтобы более-менее по печи все шло одинаково, таким вот образом мы делаем. Все, всем спасибо, работаем дальше. Ну а пока внутри ведется кладка печи, на улице уже подготавливается лекало, подарочное перекрытие. Подготовлен кирпич. Кирпич выглядит вот так вот. Видите, он со всех сторон снят. Снимается очень интересным способом. Игорь, расскажи. Сделали небольшое лекало. Отрезаем от кипяча заготовку. Кладем сюда. Вот эти дощечки, они выделены под уже градус, который нам нужен. Берем чашку, чашкой снимаем. То есть проходим. Потом, это наша обратная сторона. Тут также установили под градус, который у нас заготовлен, который нам нужно переворачиваем. И также снимаем. И получается с двух сторон у нас кирпич по, где 5, ну, смотря какая арка, 5-3 миллиметра мы снимаем. То есть каждый раз получается новая лекала. Соответственно, что на арке, что для заготовки кирпича. В принципе, все. Ну вот мы закончили корону. Выглядит она вот так вот. Что продолжаем делать? Сейчас мы засверлимся. Здесь и там. Так как перекрытие у нас будет арочное. Чтобы усилить, мы добавим арматуру. Сюда и сюда. Так, здесь у нас станет дверка для вытяжки пара. Она проверена. Оно уже не раз мы ставили, оно работает. Вот. Ну, а пока что на данном этапе печь выглядит вот так вот. Ну, что я могу сказать. Продолжаем работать. Наша кружала готова. Кружала, лекала, кому как легче. Вот. Установлена. Установлена по уровню. Хорошо вырезанная лекала. Это уже половина арки готова. Спасибо Игорю. Что мы делаем? Пятки мы засверливаем. Загоняем арматуру. Минимум 2-3 ряда. Для чего? Для того, чтобы не порвало кладку. Там сделали так же. Вот. Установили лекало. Запилили пятки под нужный угол. И сейчас таким вот образом у нас будет ложиться парка. Ну, в принципе, пока... У нас установлена так же дверка вытяжки. Вот она у нас стоит. В нее будет уходить парм. Уже проверяли. Это работает. Ни на одной печке мы так устанавливали. Так что, как-то так. Так. Ну, вот мы сделали арочное перекрытие. На ночь оставим. Оно высохнет. И... Все, в принципе, арка готова. Также установлена... Вытяжка. Установлена на электроды. Как видите. Ребята начали чуть-чуть мыть, чистить печку. Так что печь на данном этапе выглядит вот так. Вот так вот выглядит наша корона. Перекрытие. Все. Вот такая вот печь. Ну... Завтра будем продолжать дальше. Снимать, показывать, рассказывать. Ну, а на сегодня хватит. Снимать, показывай. ... Снимать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...